Микс Ньюс Вы знаете Это в значительной степени мешало работе И приходилось вести почти конспиративный образ жизни Потому что выйти через центральный подъезд было невозможно Мы находили какие-то технические подъезды Которые заносили декорации И таким образом выбирались из телецентра В общем-то Ни Саша Любимов Ни Владик Лисев И я как-то особо не стремились купаться в лучах славы Ну плюс еще, конечно, были всевозможные сумасшедшие Которым программа не нравилась И зачастую это могло кончиться фатально Самое смешное, что тогда у нас не было собственных машин Мы перемещались по городу на метро и на автобусе А это было уже настоящий год То есть вот эта встреча с аудиторией Она не всегда была приятной, как я понимаю Вы знаете, как сказать Мы понимали, что программа нравится людям Но это не означает, что То время, которое мы не проводим на работе Надо превращать в бесконечное общение С бесконечным потоком фанал Ну вот вас ведь еще называли Битлами Перестройки Как вы, кстати, относитесь к этому названию? Вот какие у вас ощущения? Вы знаете, я бы сказал, что это некоторое преувеличение Потому что ставить себя в один ряд с Битлз Было бы слишком самонадеянно Просто мы были молодые идеалисты, идиоты В состоянии эйфории, что мы можем сказать что-то такое Чего раньше сказать в Советском Союзе было нельзя А когда вы почувствовали, что эта программа Становится таким рупором свободы Ну, потому что про нее много, конечно, писали Что она якобы, я подчеркну, задумалась КГБ Для того, чтобы отвлечь западных различных голосов Но тем не менее, вот когда пришло ощущение Что можно, если не все, то многое? Когда нас начали, как это было принято говорить в свое время Гасить лопатками Когда появилась статья Нины Андреевой В коммунистической прессе Не могу поступиться принципами Когда каждую неделю в газете «Правда» писали Какие мы страшные, ужасные антисоветчики Покуда ликует нормальное население Это полдела А вот когда те, против кого ты, собственно говоря, выступаешь Начинают на тебя реагировать всерьез Значит, ты действительно чего-то сумел сдвинуть с места Наоборот, или, по крайней мере, выступать против системы Против уже даже некоторых устоявшихся стереотипов Ведь это сложно психологически? Вот как вы с этим справлялись? Ну, вы знаете, никому из нас в то время не было 30 лет И у нас фантазии не хватало, что могло бы произойти Если бы вместо Горбачева к власти пришли коммунисты после ГКЧП Тогда бы всем было нам, наверное, не смешно Но мы чувствовали некое дуновение свободы В свое время один американский журналист Прилетевший в Москву в 80-е годы, до Горбачева Произнес гениальную фразу Когда я вышел на трап самолета У меня возникло ощущение, что каждая молекула числорода В Советском Союзе скована кандалами Понимаете? И вот это ощущение, что эти кандалы с молекул воздуха упали Оно добавляло вот этой идиотической эйфории И уверенности в том, что мы делаем что-то правильное Для всех людей в стране Россия, на ваш взгляд, готова к свободе Я понимаю, что, может быть, этот вопрос немножко высокопарный Но им задавались и классики русской литературы И, в общем-то, есть некоторые периоды Например, это оттепель, которая закончилась, как считается, в 68-м году Когда советские войска вошли в Чехословакию Это период перестройки и начало 90-х Вот когда были вот эти попытки понять, как это быть свободным Или, по крайней мере, ощутить Вот, на ваш взгляд, нужна ли постсоветскому человеку свобода сегодня? Вы знаете, ну, чтобы понять это Надо отмотать нашу историю лета как на 200 назад Потому что первым царем, который начал предоставлять свободы гражданам Российской империи Был Павел I Который сократил количество дней работы на помещика Тепостного крестьянина С 7 дней в неделю до 3 Это очень не понравилось элите Он сделал очень много того, что элите не нравилось Учитывая, что он ждал прихода к власти 19 лет И, соответственно, я читал просто в Центральном государственном архиве древних актов Документы, которые за это время составлял Павел Он готовил колоссальную реформу демократическую И, собственно говоря, его убили исключительно по этой причине Потому что те, кто фактически владел Россией, потеряли бы очень многое Потом возникает фигура Александра Второго Который отменяет в 1861 году пропасное право И собирается ввести в Российскую империю конституцию Что происходит? Седьмое покушение, совершенное на него, завершается успехом Потому что если бы Александр Второй довел свою реформу до конца Смысла в существовании революционеров, так называемых, не было бы Потом идет Николай Второй Который в 1905 году даровал манифестам Столько свобод гражданам России Сколько не дарует ни законодательство США, ни современной России И беда всех реформаторов в нашей стране заключалась в одном Понимаете, с 1861 года по 1905 прошло ничтожное количество времени С точки зрения истории И русский народ, который не привык к свободе Просто напросто путал понятие свободы и вседозволенности И то же самое произошло, когда пришел к власти Горбачев Все вздохнули полной грудью А потом появились бандиты в тренировочных станах Выращенные в коммунистическое время, кстати сказать И понеслась душа в рай Что такое 90-е годы, мы представляем прекрасно Что сейчас происходит в России? Ну, достаточно очевидная ситуация Все абсолютно регламентировано Свобода слова является понятием умозрительным И существуют определенные силы Которые проводят определенную мононаправленную политику Я бы сказал так Если сейчас... Подождите, я закончу на сцену Если бы сейчас вновь предоставили такие же свободы, как при Горбачеве Я думаю, все стало бы только хуже Понимаете, у нас еще не пережит синдром вседозволенности Это самая большая проблема России То есть получается, что в этом смысле Все, что сейчас происходит в России Это логично с точки зрения истории? Ну, безусловно Если вспомнить того же Маркса Период дикого накопления капитала Продолжается как минимум сто лет В ситуации, которая сложилась в нашей стране Это продолжается всего лет 30 То есть, как говорится Когда внуки устыдятся дел Дедов своих Оно еще не наступило Поэтому История такая штука Что выше головы не прыгаешь Оно происходит так, как происходит И смена алкоголика И разорителя земли русской Ельцина Путиным Была вполне закономерна Мне вот интересно, что будет потом Лично Потому что с точки зрения исторического процесса Так было, я не знаю, со времен Фараон Шихадшипсут И китайского императора Собирателя земли китайской Тишпандии Все повторяется Вот этот период, когда вы работали во взгляде Когда вы сами говорили о том Что были идеалистами Причем идеалистами абсолютными И в одном из интервью вы сказали Что это состояние ограничило даже с идиотизмом Вот вы об этом мечтали тогда? Или вы не задумывались В общем, о будущем тогда? Вы знаете Чехов говорил, что русскому интеллигенту Свойственно вкладывать в голову собеседника Свои мозги А чаще всего там оказывается нечто другое И наше видение того, что мы делали Мы переносили на все население страны в целом Понимаете? То есть На людей, которые Ну в лучшем случае в детстве Букваре Буратино прочитали И устремления которых жизненные Вполне себе Материальные И не самые возвышенные Вот оно так и получается Понимаете? Рак, получивший свободу Превращает ее в вседозвольность Мы просто не понимали Какого джина мы выпускаем из бутылки Но С другой стороны Я должен сказать Чтобы Если бы это сделали не мы То Ситуация Сложившаяся в стране Была такова Что это сделал бы кто-то другой Вася Вася Ванов Петя Сидоров Я не знаю Нашлось бы огромное количество людей Как пелцой Перемен требуют наши сердца Ситуация стагнации Общественной Была такова Что Вот то, что сейчас называют Застоем Оно дошло до своего края И Мы просто были той самой соломинкой Которая сломала Хребет верблюдами Более того И Конечно Мы заблуждались Относительно того Какое Доброе Вечное И Чудесное Общество У нас Возникнет После того Как будет Свобода слова Свобода предпринимательства И все такое Прочее Телефоны прямого эфира В нашей студии 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Вы также можете задавать свои вопросы У нас на прямой связи Российский журналист И радиоведущий Продюсер И экс-ведущий программы Взгляд Дмитрий Захаров Звоните Присоединяйтесь к нашему разговору Задавайте свои вопросы Также используйте Наше мобильное приложение Mix Пробел Медиа Пробел Радио Для смартфонов Звонить нам можно также И по Скайпу Ну вот программа Взгляд Вошла в историю Еще и тем Что открыла Рок-музыку Или по крайней мере Сделала ее массовой Из субкультуры Превратила в такую массовую культуру Вот Как вы оцениваете этот аспект Кстати Своей работы Ну Вы знаете До того Как появилась наша программа Как мы прекрасно знаем В эфире звучали Валерий Леончик Эдита Пьеха Иосиф Кобзон Лев Лещенко И же с ними Иногда появлялись какие-то Так называемые Вокальные инструментальные Ансамбли Если говорить О моем отношении К рок-музыке То Русский рок Я не воспринимал Тогда вообще На мой взгляд Рок-музыка Она в принципе Лингвистически Ориентирована На английский язык Он компактней Жестче И В английском языке Слова имеют Значительно больше Коннотации Чем в русском Более Семантика Больше Вот Но тем не менее Мы Стали продвигать Еще до возникновения Программы Взгляд Когда я работал В вещании На США и Англии 24-часовое Радиовещание Мы уже тогда Стали устраивать Первые рок-концерты Которые Транслировались Ну Фактически По всему миру Это дело Устраивалось На площадке Московского Электролампового Завода Который Стал в свое время Культовым местом Когда Соловьеву Не дали Показать Асу В доме Кинематографистов Администрация Московского Электролампового Предоставила ему Зал Своего Как бы Клуба И Асу Впервые Была показана Там Толпа Стояла Такая Люди Смотрели Кино Не только В зале Но и Через раскрытые Двери Зала Но не суть Короче говоря У нас был Уже Определенный Опыт Прямых Трансляций До Создания Программы Взгляд Я имею ввиду У меня Саша Любимова У ряда Других Людей И Когда Начался Взгляд С нынешней Точки Зрения Совершенно Пиратски Потому что Все что Мы находили В записи В архивах Телевидения Там Группа АХ Или Дип Деппл Или Там Лед Зеппелин Все это Мы выдавали И это было Как это ни парадоксально Проще Выдать в эфир Чем тот же Маутилус Помпилиус Черный кофе Арию Или даже Невинную Жанну Агузарову Потому что Власти Смотрели На русско Поющих Рок Музыкантов С куда Больше опаской Чем На каких-то Иностранцев Болтающих В непонятном Для массовой Аудитории Языки Вот Соответственно Мы А мы все Трое Работали На навещании Сашковдатской Редакции Владик В редакции Которая Распространяла Эксклюзивную Информацию По всем Остальным Редакциям То есть Владик Был из Категории Людей Который Мог Влезть На глазах Уизумленной Охраны Госсекретаря США К нему В машину Чтобы взять Интервью Вот Наглости Ему хватало Всегда В плане Профессионализма Вот Мы привыкли К тому Что у нас Идет Другая музыка Другие Приоритеты И многое Другое Еще Соответственно Мы Начинали С того Что размещали Клипы Зарубежных Групп Потом Постепенно Стали Втаскивать Цоя Наутилус И всех Остальных Вот Безнаказанно Это конечно Не проходило Потому что В пятницу Был эффект А в субботу Нас как правило Приглашали В идеологический Отдел ЦК Чтобы объяснить Что мы живем Неправильно Мы антикоммунисты И вообще Как бы Если бы Народная любовь То нас бы давно Уже Наладили Поганой метлой Хотя Время от времени Программу Закрывали По всякому У нас Звонок Радиослушателя Давайте его Выслушаем Здравствуйте Как вас зовут Алло Да Слушаем вас Как вас Добрый день Очень рада Слышать вас Когда С удовольствием С радостью Смотрели С интересом Смотрели ваши Передачи Но вот вопрос Такой Скажите пожалуйста Как С точки зрения Бывшего Выглядовца Вы Оцениваете Такое явление Как Ксения Собчак Спасибо Спасибо вам Вот такой Неожиданный вопрос Дмитрий Ну Как вам сказать Наверное мы живем В такое время Когда Дамы Подобные Ксении Собчак Могут баллотироваться Президентом Я не могу Представить Чтобы я Или Кто-то Из моих Знакомых Достоился Подобной Чести Видимо Она обладает Таким Живы Рядным И качеством Которые Неизвестны Ни вам Ни мне И поэтому Участвовала В президентских Выборах Но Если Говорить Серьезно У меня Возникает Вопрос До какой Степени Надо Презирать Население Российской Федерации Чтобы Устроить Этот Парк Еще Звонок У нас Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Вадим Я хочу Сказать вам Очень большое Спасибо За эти Передачи Потому что Ваши Вопросы Именно Вопросы На которые Они отвечают Помогают Нам понять Этих Всех С кем Вы Разговариваете В том числе Захарова Сейчас Я их Лучше Понимаю У меня Изменилось Мнение Особенно Шевченко Потому что Официальное Телевидение Их преподносит Только с одной Стороны Задавайте Вопрос Нашему гостю Если он есть Захарова У меня К нему Вопроса Нет У меня К вам Только Был разговор Спасибо Спасибо вам Что позвонили Ну вот И такое Бывает Ну вот Если говорить О Ксении Собчак Предвыборной Гонки Эту Эту Сему Продолжим Но еще Звонок Много Все таки Поступает Звонков От радиослушателей Здравствуйте Задавайте Вопрос Добрый день У меня Будет Очень быстрый Банальный Вопрос Вот Смерть Влада Как повлияла На дальнейшую Вашу работу И могли бы Вы что-то Изменить До его смерти Спасибо Спасибо вам Да Смерть Влада Листьев Вы знаете К тому времени Когда Влад Листьев Был убит Мы уже Несколько лет Работали Порознь Потому что Когда Программа Взгляд Подходила К своему Логическому Завершению А подходила Она к завершению Потому что Начали Плодиться Политические Передачи Подобного Рода Пошли Прямые Трансляции Съездов Народов Депутатов Где Выступал Сахаров Где Выступали Один Бог Ведает Какие Демократы И Соответственно Доступ К информации Политического Свойства Стал Достаточно Широт Тогда Появилась Программа Музыкальный Лифт Музыкальный Ринг Еще Один Бог Знает Какие Где Пошли И русские Исполнители И Немеренном Количестве Западные Клипы То есть Те достижения Которые Были достигнуты Взглядом Начали Тиражироваться Другими Программами Стало Понятно Что Монополия На Эксклюзивность Утрачена И Ребята Еще пытались Продолжать Это Делать А я Ушел В производстве Исторической Документалистики Тогда Были Найдены Первые Останки Царской Семьи Я Сделал Фильм О расстреле Царской Семьи Работал В архиве Октябрьской Революции С документами Слазными С этим И в общем Фильм Был Весьма Успешен Он был Показан Во одной Лицерранной Мир Ну и После этого Я начал делать Программу Везде Которая По сути Была Достаточно Длинным Циклом Документальных Фильмов О тех Илиных Событиях Истории России Ребята Делали Еще Программу Взгляд На Кассетов Потом Возник Вид В котором Я никогда Не числился Это было Вид Собственное Бизнес Мероприятие Появились Всевозможные Программы Листьев Поле Чудес Темы Час Сиз Какие-то Программы Саши Любимого Политковского И так далее И тому подобное И наши пути Собственно Не пересекались Потому что Я ушел С первого Канала Когда создавалось Российское Телевидение Вслед за Анатолием Григорьевичем Лысенко Который Был шефом Программы Взгляд И по сути Нашим Пресным Отцом Давайте об этом Поговорим Сразу После небольшой Паузы Несколько Минут Перерыв Потом вернемся И продолжим Дмитрий Захаров У нас на прямой связи Оставайтесь с нами Мы продолжаем Эта программа Встретились Поговорили Удаленный вариант У нас на связи Дмитрий Захаров Российский Журналист Журналист И радиоведущий Продюсер В прошлом Один из Ведущих Программы Взгляд Дмитрий Еще раз здравствуйте Еще раз здравствуйте Телефоны прямого эфира В нашей студии 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните Присоединяйтесь К нашему разговору Задавайте Вопросы Участвуйте В нашем Обсуждении Сегодня Ну вот Тема Гибели Влада Листьева Я вот помню Как раз заставка Которая была На центральных каналах Убит Влад Листьев Как вы узнали Об этой трагедии Как вам об этом сообщили И что вы почувствовали Вот в первые минуты Вы знаете Я помню этот день Достаточно хорошо Я только приехал Домой с работы С вечернего монтажа Вымотанный весь Влада в кучку И в этот момент Проходит В новостях сообщение Что убит Влад Листьев Естественно Мы с женой Подхватились Она в то время Была на РТР Программу Автомиг Тоже телевизионщица И мы поехали К дому Влада Последний раз Мы с ним Видели Неделю До того Как его убили Я был у него В гостях И мы Ели в фильме Как я помню Сейчас И болтали О чем-то Не о чем О картинах С толстыми тетками Забавными Гротесками Которые Он где-то Бил На Каком-то Мужико-художественном Бренд Вот И буквально Через неделю Вот это происходит Мы приехали К его дому Там уже стояла Огромная толпа Людей Ну очень много Телевизионщиков Практически Все Знакомые Листа Практически Все Ребята Которые Работали На Обгляде Ну Все Все Были В состоянии Глубокого Шока Потому что В голове Это просто Не укладывалось Ни у кого И никак То есть Там Убийство Того же Игоря Тарькова При всей его Известности Как музыканта И убийство Влада Лист По резонансу И влиянию На общественное Сознание Эта вещь Не состоялась Ну вот Как бы Мы стояли Возле Подъезда Как это ни странно Мир Людей не разгоняло То есть Как бы Зона Недоступная Для публики Естественно Была Обозначена Лентами И флотками Ну А Жил он На Новокузнецкой В старом Отреставрированном Доме И Естественно Дворик Маленький Поэтому Толпа Вылилась Улицу Тоже Протолкнуть Было Буквально Невозможное Люди Там Стояли Буквально До утра Вот Как бы Так Это было А Известно Ли Кто Мог быть Причастен К этому Убийству Потому что Много Самых Разных Версий Высказывалось И Недавно Относительно Недавно Был Такой Монолог Константина Эрста В котором Тоже Были Определенные Намеки На то Кто Мог Это Сделать Но Вот В вашем Понимании Это Дело Может Быть Дорасследовано Все Таки И Чтобы Поставить Точку Нады И Завершить Логично Ну Вы Знаете Надо Понимать Кто Такой Был Владик Листьев Во время Учебы В МГУ Был Спортсмен Бегун В стаях По жизни Он Был Бабник Любитель Выпить То Что Называется Раздолбать Это Вот То Что Не Касалось Его Профессиональной Деятельности Иногда Он Мог Исчезнуть На неделю На другую Что Приводило Анатолий Григорьевич Лысенко В бешенство Поскольку У него Закрутился Очередной Роман Или Поскольку С какими-то Друзьями Он ушел В загуб Похарактеризовать Листьеву Как бизнесмена Способного Управлять Телеканалом Знаете Это Смешно То есть Его поставили В качестве Нуминальной Фигуры Из Председателя Что Происходит У него За спиной Вполне Логические Явления Когда Стало Понятно Что Бюджеты Средств Массовой Информации Телевидения В частности Формируются От доходов Рекламы Появилось Очень много Желающих В частности Посредников Зарабатывать На размещении Реклам И вот Кто-то Кто стоял За Владом Решает Что Первый канал Вводит Мораторий На размещение Рекламы Сторонними Организациями А Непосредственно Размещением Будет заниматься Сам Первый канал То есть Сразу Логически И легко Вычисляет Кто от этого Нес Наибольший Ущерб А чтобы Понимать Рекламные Бюджеты Средний Средний Годовой Бюджет Рекламный Метрового Канала Даже в то время Составлял Четверть миллиарда Долларов Соответственно Когда все Это мероприятие Было осуществлено Ввели мораторий Владу Начались Дванки С угрозами От неких Анонимных Персонажей С требованиями Этот мораторий Отменить Отменить Он его Естественно Не мог Потому что Это решение Принималось С ним Все что От него Собственно Требовалось Это поставить Галыш Тотальная Глупость Влада Заключалась В том Что надо было Бежать Впереди Поросячьего Визга В ФСБ Генеральную Прокуратуру К ментам К пожарным К МЧС К кому угодно Еще И требовать Обеспечить Ему Охрану Сопровождение И защиту Но он был Настолько Уверен В своей Неприкасаемости Что он Этого Не сделал Сочетая Видимо Что Погрозят Погрозят Да и перестанут Но когда Речь идет О четверти Миллиарда Долларов Как вы Сами понимаете Погрозят Погрозят Да и перестанут Не работает И Процентов Софии Четверти Миллиарда Лишался Всем нам Хорошо известным Классом Которого Уже Ныне Нет В живых Вот Который Был найден Не то повешенным Не то повесившим Саблоном То есть Это было Настолько Очевидно Что Расследовать Собственно Было Ничего Но Коль Скоро Он был Другом Татьяны Дещан Которого Дочери Ельцина Понятно Что Даже Такое Ему Сошло Срок Ну Собственно Что Вот Вы упомянули Бориса Березовского Я недавно Прочитал книгу Петра Авина Время Березовского И в общем 90-е годы Согласно этой книге И тем героям Которые дают Интервью Петра Авина Вот это как раз Можно назвать Временем Березовского Вот согласно С этим определением Это действительно Было Время Березовского Вы знаете Таких Березовских Было Как Гуталина Ухота Матроски Я вот Довольно часто Когда начинаются Разговоры О правлении Ельцина Задаю Своим Зарубежным Да и русским Собеседникам Один простой вопрос Вот вы можете Представить себе Чтобы Ну Ныне Дональд Трамп К нему Подходит Иванка И говорит Папа Давай мы Подарим Немножко Нефти Вот этому Моему другу Немножко Сланцевого Газа Вот этому Моему другу А вот эту Вот контролируемую Государственную Авиакомпанию Еще одному Другу И давай Вот Еще одному Моему другу Подарим CBS CNN Еще Какие-то Каналы Сколько Часов После этого Трамп Оставался бы Президентом США Прежде чем Конгресс Сенат Сенат Вынесли бы Ему Им Печу Я думаю Часа Максимум Два Два С Половиной С Последующим Заключением Я не знаю В какой-нибудь Симпатичной Американской Тюрьме Потому что Как мы знаем Во времена Никсона Были прецеденты Когда Министров Юстиции Легко Сажали На семь Лет В тюрьму Без Досрочного Освобождения То есть Это был бы Феноменальный Рекорд Трампа Если бы Это случилось При Обаме Ну значит Обам бы Сел У нас же Было Все возможно Вот Я бы назвал Эту эпоху Не эпохой Березовского А эпохой Татьяны Геичан Потому что Развал страны Раздачи налево Направо Березовскому Подарковскому Гусинскому Еще Каким-то Ее друзьям Происходило Легко Произвольно И безмятежно Кому-то Там Юкос Кому-то Там Роснефть Кому-то Куски Газпрома Нынешнего Феноменальное Время И все делалось С необыкновенной Легкостью То есть В моем Понимании Коммунизм Это на самом Деле Супер Империализм Когда Все Богатство Той или иной Страны Сконцентрировано В руках 12 человек Под названием Политбюро И это Супер Империалисты По сравнению С которыми Всякие Билы Гейтси Цукерберги Трампы Это Бедные Несчастные Дети Потому что Вот эти 12 Человек Могли распоряжаться Абсолютно Всем Что есть В этой Стране Вот Что же касается Ситуации С Ельцином То есть Здесь он Наверное Побил Все рекорды По раздаче Земли Русской И Собственности На территории Этой земли Потому что Если Персонаж Под названием Ленин Отдал Финляндию Прибалтику Значительную часть Украины Белоруссию И ряд Других территорий По заключению Брестского мира То Ельцин Разбазаривал Все подряд В перерывах Между алкогольной Амнезией По просьбе Дочки Каких-то Еще знакомых И все Такое Плохо Вот То есть С моей точки Зрения Никто За всю Историю В России В экономическом Плане Не наносил Такой вред Стране Как Ельцин То есть Если Сталин Был Суперубийцей То Ельцин Был Супер Не знаю Как это Назвать Метранжирой Даже Вот как-то так Вот Кстати Многие Либералы Как Ну сейчас Принято Называть Определенную Категорию Людей С политическими Згадами Они считают Что в 96 Году Была Допущена Большая Ошибка Потому что Когда В общем-то Пошли На определенные Компромиссы Чтобы Ельцин Был Переизбран И чтобы Не допустить Возможность Дзюганову Стать Президентом России Тогда Пошли На определенные Компромиссы Люди Которые Вроде Как Не должны Были Ити На Эти Компромиссы В силу Своих Политических Вглядов Во всяком Случа Ими Декларируемых Вот Как Вы Считаете 96 Год Стал Этапным Для России Что То Что Происходит Сейчас Это Реакция На То Что Произошло Тогда В 96 Когда Ельцин Снова Стал Президентом Вы Знаете На самом Деле Вся История С Ельциным С Моей Точки Зрения Абсолютно Отвратительна Отвратительна Почему Потому Что Когда Горбачев Ребернулся Из Пороса Вы Можете В Ютьюбе Найти Интервью С Ним Взятая Буквально Через Несколько Дней После Этого Если Ельцин Был Порядочный Человек Он Должен Был Передать Бразды Власти Горбачев Который Совершенно Не Собирался Разваливать Советский Союз И В общем-то Сохранить Некое Единское Государство Предоставив Максимальные Финансовые Экономические Принимательские Льготы Всем Гражданам В нем Обитающим И это Могло Сработать Вот Что же Произошло Когда Произошел ГКЧП Три Персонажа Как мы Знаем Ельцин Шушкевич И Предводитель Как мы не Говорят Шумерок Собрались В Беловежской Куще И решили Стать Удельными Князьками Трех Отдельных Княжеств Совершенно Наплевав На Остальные Территории В частности На Азиатские Республики Которые Немедленно Оказывались В страфическом Положении Закрыл глаза На Прибалтику И много Только разницы Что Не был Расстрелян И Благополучно Остался Жил Вот как-то Так Но вы Жалеете По поводу Того Что Советский Союз Не удалось Сохранить Тогда Да Я безусловно Жалею Потому что Я не Рассматривал Был бы Эту Территорию Как то Что было Советским Союзом Просто Это был бы Единый Конгломерат Который Был Финансово И экономически Значительно Мощнее Как Ныне Существующие Страны В порознь Если вспомнить Сказку Братьев Гримм Про веник Помните Когда Веник Является Единым Целым Он является Единым Целым Им Можно И ударить И убить А когда Крути Разобраны В порознь Это уже Не веник Это Ничто И Каждый Из них Можно Сломать Пальцами Запросто Вот Поэтому С точки Зрения Местных Элит Это было Выгодно С точки Зрения Рядового Населения Это просто Был Колоссальный Обман Где И чего Принесли Те свободы Которые В результате Получили Я не знаю Граждане Туркмении Турджикистана Киргизии И далее И везде Намного Лучше Стало Жить Прибалтика Мы прекрасно Знаем Что нет Прекрасно Живут На Украине Если Посмотреть Цифры Инфляции Уровень Падения Жизни Сокращение Волового Внутреннего Продукта Стоимость На Электричество Воду Газ И прочее Прочее Это просто Катастрофа Поэтому Ну о чем Мы говорим Маркса Опять же Надо читать Есть Макрополитика А есть Местечковые Амбиции Стремления То что Сейчас Происходит В отношениях России Украины В частности Владимир Путин Его называют Нередко Человеком Который Как раз Пытается Собирать Земли Русские Вот как Вы относитесь К президенту России Владимиру Путину И внешней политике России Сегодня Вы знаете Я думаю Что Она Достаточно Разумна Я имею Ввиду Внешняя Политика Понятно Что Он не будет Пытаться Присоединять Украину Или Присоединять Донбасс И Луганск Это Было бы Глупо Это Привело Бы Более Тяжелым Внешнеполитическим Последствиям Но Ситуация Такова Что Мир Не может Быть Монополярен Вообще Если Вспомнить Историю 20 Века То Несмотря На доктрину Монро Америка Для Американцев Соединенные Штаты Были Достаточно Изоляционистским Государством До конца Второй Мировой Войны То есть Они никуда Особо Не рыпались Они Не строили 120 военных Басков В саму Миру Они сидели За своей Большой Лужей И занимались Своими Делами Потому Что Все Их Вполне Устраивало Экономика Была Был преодолен Экономический Кризис 29 Года На второй Мировой Войне Они нажились Неимоверно И все И все Было Прекрасно Начинались Благословенные 50-е 60-е Годы Когда Новая Машина Стоила Порядка 250 Долларов Понимаете И Дома Были Очень Дешевые И уровень Жизни Был Необычайно Высок Потому Что На военных Заказах Удалось Начать Огромные Деньги После Второй Мировой Войны После Того Как Американцы Дмитрий Мы потеряли С вами Связь Слышите Льва Нас Да Я Слышал Хорошо Да Вот Мы Вас Слышим К сожалению Очень Тихо Странно Да Вот Сейчас Слышим Хорошо Да Так Что Можем Продолжать Вы Остановились Мы Вас Услышали По По поводу Того Что Американцы Сбросили Бомбу На Хиросиму И Нагасаки Да Они Собирались Сбросить Третью На Киото Но Самолет Грейт Артест Б-29 Который Должен был Истереть С лица Земли Киото На Полпути Сломался И поэтому Киоту Страшно Повезло Но После Атомной Бомбардировки Политика Изоляционизма США Кончилась Имея Ядерную Дубинку В руках Они Решили Что Они Могут Указывать Всему Миру Как Жить И что Делать Если Рассматривать Мое Отношение К Соединенным Штатам Я бы Сказал Что Это Абсолютно Фашистская Страна Если Обратиться По идеологии Или Как Это Пояснить Это По идеологии Вы считаете Или Как Вы Понимаете Первой Фашистской Страной Которая Возникла В мире Это Был Древний Рим Если Помните Фразу Карфаген Должен Быть Разрушен Везде Где Приходили Римляне Они Уничтожали Все В 70 Году Легким Движением Руки В 70 Нашей Эры Стерли С лица Земли Иудею Разогнали Евреев По всему Миру До этого Они Уничтожили Бактрию Которая Была Неподалеку От Иудеи На нынешней Территории Ордании То есть Везде Куда приходил Рим Происходило Одно и то же Это Уничтожение Местного Населения Или Его Оставляли Ровно В том Количестве Которые Соответствовали Интересам Римлян Почему Они завоевали Допустим Великобританию Кельтскую Когда Против них Воевала Гордарика Королева Кельтов Потому что В Британии Обнаружились Колоссальные Запасы Олова Олову Было Нужно Для Производства Бронзы Оружия И много Чего Еще Соответственно Рим Захватил Британские Острова И начал Методично Уничтожать Англичан Точно Так же Как Они Уничтожили Вноль Бактрисов Уничтожили Большую часть Евреев Иудеев И то же самое С Карфагеном Который Должен Быть Разрушен Они Стерли Вноль Карфагенское Царство Огромное То есть Это было Государство Которое Единственным Являлось Потенциальным Противником Рима Убивали Всех И вся С легкостью Необыкновенная И собственно Говоря Римские Граждане Вообще Не работали Они Жили За счет Захваченных Земель На которых Трудились Рабы И Даже Пролетарии Чем Отличался Плебей От Аристократа Тем что Плебей Имел Какое-то Количество Земли Но после Очередного Захвата Земель Сопредельного Государства Плебею Земли Не добавляли Аристократам Добавляли И чем Ты больше Аристократ Тем больше Земли Ты соответственно Получал Вот как бы Так То есть Фашизм Заложили Действительно Римляне И апелляция К тому Что построен Третий Рим Там Четвертый Рим Двадцать пятый Рим Это для меня Автоматически Подсознательно Означает Построен Четвертый Рейх Пятый Рейх Потом появился Соответственно Третий Рейх О котором Мы хорошо знаем В России Появились Коммунисты Которые Мало чем Отвечались От нацистов С той только Разницей Что Если нацисты Хотя бы Толерантно Относились К собственному Населению И предоставляли Достаточно Большие Социальные Льготы И возможности Дома Для рабочих В Германии Строились Аж на весны 44-го года И уже С бомбоубежищами Вот И Мобилизация Экономики На военные Рельсы Произошла Только в 43-м Году То есть Немцам Было Достаточно Компортно Убивали Всех Остальных Пачками А в Советском Союзе Убивали Всех То есть Разницы Русский Ты не Русский Советский Не советский Оно Абсолютно Не существовало Существовала Партийная Целесообразность Убить Или Не Убить Вот После Второй Мировой Войны Как я Говорю Соединенные Штаты Перестали Быть Из 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 Потому Что Поняли Что С ядерной Дубинкой Они Могут Шастать Где Угодно И Делать Что Угодно И Вот Тут Возникло Противостояние Когда У нас В 47-м Году Появилась Своя Собственная Бомба Если Бы Они Абсолютной Мировой Доминантой Но Этого Не Произошло Вот А После Этого Можно Долго Перечислять Как Складывались Отношения При том Или ином Президенте До конца Эфира К сожалению Остается 30 секунд Вот Если Так Подытожить Если Подытожить Понимаете История Это такая Штука Которую Невозможно Улучшить Если Мне Много Чего Не нравится В том Что Происходит В Российской Федерации Изменить Здесь В данном Случа Ничего Невозможно Нужно Просто Ждать Завершения Некого Исторического Процесса И в данном Случае Я выступаю Уже Не как Пассионарий А как Сторонний Наблюдатель Который Созерцает Процесс Который Он Не в состоянии Изменить Вот Как Спасибо Вам большое Дмитрий Захаров Экс ведущий Программы Взгляд Журналист И продюсер Был с нами На прямой связи Спасибо большое Что нашли время И вышли В наш эфир Его провел Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев Всего доброго И до свидания Продолжение следует...